Здравствуйте, в эфире выпуск с вами Вера Ионкина. Главных событий к этому часу. Это в свою очередь ставит под сомнение дальнейшую легитимность режима Зеленского. Но думаю, что вряд ли ошибусь, если скажу, что такого решения не последует. Зеленский с каждым днем просто превращается в кровавого узурпатора, который на самом деле представляет собой марионетку коллективного Запада, тех сил, которые сегодня толкают человечество к войне. Все попытки расправиться с Россией, удушить нашу национальную экономику, нашу социальную политику, нашу мировую репутацию с помощью конфликта на Украине потерпели уже сегодня окончательное фиаско. Сегодня мы понимаем, что благородная специальная военная операция закончится победой русского оружия. И одновременно хочу сказать, дорогие коллеги, мы сегодня должны признать и призвать парламента мира признать Украину террористическим государством. Украинская хунта и Зеленский являются военными преступниками, которые уничтожили массу, в том числе своих граждан, которые одурманены деструктивной киевской пропагандой. Все больше народа прозревает. И уже прозрели европейские страны, Нидерланды, Венгрия, Словакия. Желаем Роберту Фитца, нашему другу и партнеру скорейшего выздоровления. Ну а что касается ситуации с Украиной, то помимо нашей главной цели, предстоящей скорой и великой победы, которая сравнима по значимости с победой в Великой Отечественной войне, мы должны признать Украину еще раз террористическим государством и призвать к этому парламенту мира, а Зеленского военным преступникам, место которому на скамье подсудимых. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на поддержку участников спецопераций, и в соответствии с документами военнослужащим больше не потребуется писать заявление для того, чтобы получить ежемесячные денежные выплаты. Депутаты ЛДПР поддержали инициативу, однако обратили особое внимание на необходимость формирования комплексной поддержки участников СВО. В частности, парламентарии предлагают расширить для них льготы по программе «Дальневосточный гектар», а также предоставить им специализированные топливные карты с 50-процентной скидкой на бензин. Мы, кстати, вносили законодательное предложение о том, что 50% топлива для участников специальной военной операции государство должно компенсировать. Правительство тогда сочло наш законопроект избыточным, но мы настаиваем на том, что необходимо к этому возвращаться. Нужно либо через 50-процентную топливную карту или по любой другой механике такое решение принимать. Ну и, разумеется, мы должны поддерживать участников СВО в рамках программы «Дальневосточный гектар». То же самое. Ушел на фронт право «Дальневосточного гектара», особенно за человеком молодым, инициативным, который готов ехать и осваивать Дальний Восток и воспользоваться правом на «Дальневосточный гектар», должно быть сохранено. Мы должны системно, а не какой-то рваной мозаикой, подходить к поддержке участников специальной военной операции. И будем свою позицию в этом плане дальше последовательно отстаивать. Законопроект о льготных выплатах многодетным семьям накануне принят Государственной Думой в первом чтении. Как следует, из пояснительной записки к документу семьям с тремя и более детьми для погашения ипотеки смогут получать 450 тысяч рублей из государственного бюджета до 2031 года. ЛДП поддержала законодательную инициативу, однако парламентарии предлагают дополнительно ввести единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей для молодых семей, родивших ребенка до 25 лет. Данная мера позволит решить проблемы демографии в России, отмечают депутаты. Продолжается год семьи, и Государственная Дума принимает законопроекты, направленные на улучшение качества жизни наших семей. Сегодня также будет рассмотрен законопроект в первом чтении о государственной поддержке семей, имеющих детей. Данный законопроект направлен на реализацию послания президента нашей страны и продлевает срок реализации такой меры государственной поддержки, как выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для семей, у которых есть или появился третий ребенок. Это очень действенная мера, которая достаточно эффективно себя показала нашей стране. Я сам отец троих детей и воспользовался этой мерой государственной поддержки на погашение ипотеки. Очень простой механизм через госуслуги. Несколько документов прикладывается, и семья получает выплату 450 тысяч, которую она, соответственно, расходует на погашение ипотеки. Хорошая инициатива. Мы все-таки хотим в ЛДПР ее продолжить. Конечно, нужно повышать эту сумму. Сейчас космически растут цены на жилье. Не все могут себе позволить взять ипотеку. Процент по ипотеке тоже очень высокий. Мы, кстати, выступаем за снижение этого процента, особенно для семей с детьми. Поэтому необходимо выплату повышать. Если такие возможности у правительства будут, мы будем настаивать на повышении данной выплаты. Более того, мы предлагаем новую инициативу для стимулирования рождаемости детей у молодых семей, у молодых пар, у молодых женщин до 25 лет. Предлагаем 200 тысяч рублей единовременную выплату, если ребенок родился до 25 лет. Это тоже будет стимулировать как рождаемость, так и будет положительно сказываться на благополучии молодых семей. Фракция ЛДПР поддержала во втором и третьем чтениях поправки к законопроекту, разрешающем продажи алкоголя на верандах и в летних кафе. Как отмечают депутаты, данная инициатива позволит рестораторам избежать дополнительной ответственности за посетителей, распивающих напитки вне стен заведения. Как известно, в настоящее время торговать алкоголем в летних двориках и на верандах официально запрещено. Размер штрафа для ресторанов за данное нарушение составляет от 100 до 300 тысяч рублей. На этой неделе мы будем отмечать День предпринимателя. Это не день олигарха и не праздник миллиардера. 26 мая мы будем чествовать малый и средний бизнес в российских регионах, за который наша партия выступает по одной простой причине. Эти люди создают сейчас новые рабочие места, эти предприниматели оказывают нужные услуги и мы будем защищать их интересы, защищать их от коррупции, от произвола местных чиновников, добиваться, чтобы муниципальный заказ был открыт для всех без исключения, чтобы конкуренция способствовала экономическому развитию в наших российских регионах. И в качестве подтверждения наша фракция сегодня будет голосовать за законопроект, который создает для добросовестных предпринимателей дополнительные гарантии ведения нормальной предпринимательской деятельности в летний сезон. В прошлом году мы ввели ряд новых поправок в закон о работе летних кафе. Летний сезон показал популярность туристических маршрутов, развития внутреннего туризма. Сегодня мы принимаем поправки, которые еще больше обеспечивают добросовестным предпринимателям возможность расширять свой оборот и за счет этого пополнять казну местных бюджетов. Второй законопроект, за который мы сегодня проголосуем, связан с развитием малого и среднего бизнеса в воссоединившихся субъектах федерации, особенности Запорожья, Херсонской области, ДНР и ЛНР. Мы считаем, что необходимо создать максимум комфортных условий, чтобы граждане наших российских субъектов смогли участвовать и создавать нормальное качество жизни в этих субъектах федерации. Фракция ЛДПР будет голосовать за. Гуманитарный конвой ЛДПР, собранный для пострадавших от паводков в Оренбургской области при поддержке председателя партии Леонида Слуцкого, прибыл накануне в точку назначения. Продукты питания и товары первой необходимости, собранные активистами ЛДПР, были переданы жителям. В настоящее время с гражданами регулярно проводят рабочие встречи сенатор Совета Федерации, куратор области Елена Афанасьева, которая в данное время и находится в центре бедствия. Все обращения, жалобы и просьбы на контроль и политика. Как отметила сама Елена Афанасьева, помощь пострадавшим будет продолжаться до тех пор, пока не будет ликвидированы последствия стихии. Сегодня мы находимся в районе Сму. Вообще для нас это старый район, очень знакомый. Я раньше тоже жила здесь недалеко в центре. Конечно, этот район многие знают. Здесь много старых построек. Здесь двухэтажные дома и пятиэтажные даже есть дома. Частный сектор. Он был затоплен. Был затоплен очень серьезно. Первые этажи, двухэтажек были затоплены. Некоторые дома ушли вообще под воду. Под козырек стояла вода. Конечно, мы сегодня зашли к жителям в квартиры. Квартира в ужасном состоянии. Они нам в 8 тысяч квадратный метр обещают заплатить. Получу я 400 тысяч. А что здесь сделаем 400 тысяч? Ничего абсолютно. Они требуют просушки. Они требуют капитального ремонта, потому что там все обсыпалось, абсолютно штукатурка. Там нужно вскрывать деревянные полы. Там нужно проводить обработку химическими препаратами для того, чтобы не было ни плесени, ни какой-то инфекции. Этим нужно заниматься. Все конкретные точечные обращения, кого что беспокоит, будем отрабатывать, скажем, жителям отдельно по тем проблемам, которые они перед нами обозначат. А что по жилью? Комиссия была. И пока сказали, ждите второго. Результатов нет. Они просто, конечно, написали. И не те, какие они не обосновались. Вот, сегодня были в семье одного из инвалидов. Там, конечно, катастрофическая ситуация, потому что квартира просто вся подлежит ремонту. К сожалению, инвалид он не ходячий, у него одна мама уже в возрасте. Там придется помогать и органам власти, и нашим каким-то общественным структурам. Мы обязательно возьмем под контроль эту семью и будем все отдельно прорабатывать, что и как, потому что там помочь некому. На этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших ютуб и рутуб-каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Всего вам доброго. До свидания.